Так, канал Таёжный Обитель приветствует вас. Сегодня я по просьбам подписчиков, в прошлый раз я оплошал, не показал, как вот эти же железки, детализацию не показал. А вот сегодня мне приходится это свой недочёт вам показать, потому что там убедительно просят, лежит заготовка, лежит ножик и не могут сделать жестянки. Ну вот сейчас я быстренько вам это дело покажу. Жестянки, вот я взял от селёдка консервы, такая рыбная, и от неё взял жестяночки и начну показывать детально. Вот это я просто для примера. Значит, что нам надо сначала сделать? Надо снять мерку. Мерку мы снимаем таким образом. Вставляем нож в ножну и обводим. Вот так обводим, прижимаем жестянку. Вот у нас край. И мы примерно сантиметра полтора от краешка отступаем и срезаем. Вот таким макаром. Вот у нас край, сейчас я вам покажу. Я всё делаю, и в тайге мы делаем на глаз. У нас там нету ни штангер-циркулев, ни каких других приборов. Вот поэтому мы вот так вот примерили. Ещё раз показываю. И вот срезали сантиметра полтора от вот этого края. Для чего? Для того, чтобы сделать замок. Вот замок делается вот так. Этот край верхний я уголок срезал и загнул, потому что сюда будет потом заходить нож ручкой. И чтобы он не царапал, вот так вот загинаем вот этот краешек. Уголок срезаем и загинаем, и прижимаем. Для этого есть в тайге у нас плоскогубцы. И мы этими плоскогубцами хорошо-хорошо прижимаем, можно постучать. И вот так. Теперь мы загинаем в одну сторону, в эту и эту, в эту, вот эти краешки. Когда мы отмерили, когда мы сняли мерку, и у нас получилось с запасом, мы вот эти края загинаем, делаем замок. И вот так вот получается. Одеваем вот в этот замок. Вот. Вот. Вот так. Раз. И одели. Ну, проще не бывает. Это крышу кроют, точно так же делают. Вот. Прижали с одной стороны. И прижали с другой стороны. Вот. Получилось, что держится на этом замке. Всё. Теперь мы одеваем. Вот этот замок будет идти не где прорезь, а с другой стороны. Потому что мы потом здесь подобьем и будем делать дырку. Для дырки мы вырезаем вот такое отверстие. Всё. Одеваем теперь. Так. Замок сюда. И потихоньку одеваем. Сейчас я это дело сделаю. Сяду, чтобы мне было удобней. Нож втыкаем. Нож втыкаем. Вот. Вот. Вот я одел. Одел. Замок. Всё тут. Подогнано. Подогнано. Всё тут. И замок этот подбиваем вот так вот. Замок забиваем. Вот у нас забитый замок. Точно так же мы делаем нижнюю. Точно так. Загинаем край в эту сторону, а этот в одну сторону загинается, чтобы получился замок. Вот так вот замок получается. Сейчас мы его плоскогубцами прихватим. Вот. Одели его. Прихватили плоскогубцами. Сейчас маленько загнули. Прихватили. И с этой стороны тоже прихватили. Опа. Прошли по замку маленько. Как бы придавливая его. Вот так. Вот получился второй замок. Тоже вот здесь мы затянули. Уже у нас и щель не видно. И точно так же замок против щели. Когда мы делаем, смотрите, чтобы замок был на одну сторону. А то получится этот замок сюда, в эту сторону, а этот в этот. Это вообще не беда, но маленько некрасиво. Вот одеваем и натягиваем. Натягиваем. Маленько подгибаем и подбиваем. Подбили. И тут у нас, когда я делаю, я специально делаю подлиннее. И эту я делал тоже длиннее, чтобы нам подогнать. Здесь мы можем потом натянуть повыше. Если она большеватая, то мы повыше и тут повыше обрежем жестянку. А здесь точно так же мы натягиваем. Теперь у нас лишнее. Мы ее обрежем вот так вот. Возьмем и просто ножницами обрежем. Вот здесь, где замок. Туговато, но все обрежется. Вот обрезали, подтянули еще. Все, вот у нас замок сошелся. Эти с этой стороны. Подбили. Теперь у нас вот здесь прорезь для дырки. Мы берем нож. Здесь, вот я знаю, что здесь сантиметр всего. Поэтому вот на весу меня будут ругать, скажут. За это бьют. И здесь сантиметра полтора вот так. По чередке вот так разрезаем. Разрезаем. И вот у нас и с этой стороны так же. Точно так же. Сейчас я упрусь, чтобы технику безопасности не нарушать. Все. Плоскогубцами. Подбиваем в одну сторону, а эту вот так сюда загибаем. Вот. Загнуто вот сюда. Здесь точно так же. Здесь загибаем вверх. А эту подбиваем туда. И у нас получается, вот такое вот отверстие получилось. Вот. Вот. Вот это получилось вот такое отверстие для ремешка. Вот. Вот так делается вот эта система жестянка. Вот так она в замок делается, натягивается. Еще раз говорю, можно сделать ее подлиннее, чтобы лучше подогнать. Если вдруг у вас получилось все-таки жестянка маловатая и она сильно туго, тогда у вас есть запас вот этой деревяшки. И вы можете ее снять и подстрогать и подогнать еще раз. Вот это вот два такие момента. Делаем жестянку длиннее, чтобы она же у нас на конус. И у нас конус получается такой длинный. И мы можем подогнать его по размеру точно куда нам надо. Если он у нас еще уже, он где-то здесь будет. Если с этим мы еще раз пролетели и у нас все-таки он не налазит, значит у нас есть запас деревяшки, которую мы можем подстрогать и подогнать. Вот это два момента, которые я иногда даже опытно использую. Ну вот, а теперь я показывал вам. Или мы в тайге ножом, кончиком ножа делаем дырочки. Или шилом. берете чертите, где вам надо делать полоски по тому месту, где деревяшка. И по этим полоскам потихонечку делаете. Кто ножом делает, кто шилом, кто просто гвоздик берет и гвоздиком потихоньку выстукивает эти дырочки. Это уже на ваше усмотрение. Вот быстро и я вам показал, как это делать замок вот такой. Вот такой замочек. Вот. Делается он легко. Очень. Это самая простая жестяная работа. Эвинки. Многие там говорят, что они не кузнецы, они ни с железом не могут, ни с чем не могут. Чуть ли якуды там их придавили так, что они вообще неграмотные. Ну вот, обнаружив в экспедициях банки, эвинки очень ловко приспособили их для своих нужд. И сделали вот такой оригинальный эвенкийские ножны. Аннаки. Эти ножны называются аннаки. Буквально я вам показывал, как их делать, и это видео, как делать вот аннаки. И сегодня я в одном из комментариев прочитал, что да, у нас один мужчина с кожаными ножнами перелазил через забор и упал. И кожаные ножны проткнулись, и ему повредило сильно ногу. Это вот... А можно вообще истечь кровью? На ноге есть большие вены, которые можно порезать. А в тайге, где нет ни медпунктов, ни лекарств, ни рядом друзей, ты где-то один ходишь у черта на куличках, это очень чревато. Поэтому деревянные ножны эвенкийские. Опять мне скажут я насчет эвенкийских. Но я талдычу и буду талдычить. Пусть там хоть лопнут. Это вот такие аннаки. Бамнаки. Я первый раз их увидел и вам показываю. Вот так, еще раз говорю, делай жестянку. Очень просто. Это я сегодня просто подготовил и на быструю руку. Мне даже ножны не надо. У меня есть к этим ножам ножны, но для вас специально. Ну вот такой маленький небольшой урок. Дай Бог, чтобы он кому-нибудь пригодился. Всего вам желаю доброго. Смотрите канал Таюжная Обитель. Мы с вами будем общаться. Что-то еще изучать. Будут рассказы об эвенках, об охоте, о собаках, об оленях. А пока, пока, пока.